Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире еженедельный обзор главных аграрных новостей. Элеваторы не будут принимать зерновозы с перегрузом. В Минсельхозе разработают новые меры поддержки фермеров, пострадавших от засухи. И сев пшеницы в этом году рекордный за весь постсоветский период. Об этом сегодня в нашем выпуске. В комментариях к прошлому видео некоторые негодовали. О каком высоком урожае может идти речь, если все так плохо в Краснодарском крае и на Ставрополье? Поясним. По мере продвижения уборки на север урожайность растет и сейчас она уже выше, чем в прошлом году. Средняя урожайность по итогам обмолота третьих уборочных площадей составляет 34,9 центнеров с гектара. В прошлом году на ту же самую дату 34,3 центнера с гектара. Намолочено 56,5 миллионов тонн зерна. Из них пшеницы 46 миллионов 400 тысяч тонн. Но урожайность это не единственная составляющая сбора. И не забывайте, что в этом году в целом площадь засеянной пшеницы увеличилась. По новым данным, которые опубликовала Росстат на этой неделе, площадь составляет 29 миллионов 400 тысяч гектаров. А зимая пшеница посеяна на миллион гектаров выше, чем в прошлом году. Яровой пшеницы примерно на 300 тысяч гектаров выше, чем в прошлом году. Именно поэтому аналитики сохраняют довольно высокие прогнозы по урожаю пшеницы. Совыкон ожидает, что в закрома отправится примерно 79 миллионов тонн, но явно не меньше этой цифры. Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидает сбора на уровне 78 миллионов тонн. На прошлой неделе мы рассказывали, что ассоциация добросовестных участников рынка АПК, куда входят крупнейшие экспортеры, торговый дом Риф, Астон, Глинкор, Луис Дрейф, Аскоргил и другие приняли решение совместно бороться с перегрузом. На этой неделе стали известны подробности. Итак, с 15 сентября речные и морские терминалы, а также элеваторы перестанут принимать транспорт, который превышает весогабаритные нормы более чем на 2%. Такое обязательство экспортеры взяли на себя в добровольно-принудительном порядке. Почему в добровольно-принудительном? С одной стороны, все понимают, что перегруз это плохо, это вредит дорогам, это увеличивает риск аварии, плодит коррупцию и не позволяет выживать добросовестным перевозчикам. Но с другой стороны, возить по 40 тонн зерна и выше, когда разрешено брать всего 20-25, это, конечно, экономически выгоднее. Так вот, чтобы у участников рынка не было желания все-таки сэкономить незаконно, Федеральная налоговая служба решила тоже подключиться к этому процессу. И с 15 сентября она будет запрашивать на элеваторах и у терминалов реестры товарно-транспортных накладных, либо сами ТТНки, чтобы проконтролировать грузы с каким весом приходят эти пункты назначения. Если вдруг окажется, что масса транспортного средства явно превышает допустимые нормы, все эти документы будут отправлены налоговой службой в Генеральную прокуратуру и Ространснадзор, для того, чтобы виновные в нарушении норм привлекались к ответственности. Цена на подсолнечник на старте продаж нового урожая составит не менее 21 тысячи за тонну. Такой прогноз дал глава аналитического центра Савэкон Андрей Сизов. По его словам, рынок поддержит довольно высокие цены на подсолнечное масло. Они будут в районе 700 долларов за тонну. А также не сильно оптимистичные ожидания по подсолнечнику на юге России. В Ростовской области, в Краснодарском крае, на Ставрополье, эту масличную культуру довольно сильно придавила жара в последние недели, поэтому на великий сбор аграрии не рассчитывают. Кроме того, Всероссийский НИИ масличных культур, который находится в Краснодаре, отмечает сильное распространение бактериальных анфекций. На полях, где они проявились, заражено около 1% корзинок. Ну, впрочем, прогнозы на урожай пока довольно высокие по подсолнечнику. Росстат отчитался, что площади, которые в этом году были засеяны подсолнечником, сократились всего на 0,3%. Савэкон прогнозирует, что сбор составит 14,6 миллиона тонн. Глава масложирового союза Михаил Мальцев ожидает, что на старте продаж урожая нового сезона цена не будет падать так, как это происходило в прошлом году. Однако затягивать с продажей урожая не стоит. Савэкон отмечает, что дальше, по мере поступления урожая из более северных районов, цена может начать падать. Засуха нынешнего года подтолкнула Минсельхоз России к тому, чтобы изменить закон об агростраховании, а также подумать о новых мерах поддержки для фермеров, которые пострадали от ЧАЭС природного характера. Например, плодовоочной союз России просил Минсельхоз компенсировать убытки тем аграриям, которые столкнулись с гибелью многолетних насаждений, либо потеряли свыше 85% урожая. В Минсельхозе России пообещали проработать эту идею. Кроме того, обсуждается такая инициатива – изменить долю, которую платят аграрии за сельхозстрахование. Сейчас 50% оплачивает сельхозпредприятие, 50% субсидирует государство. Возможно, субсидии увеличат и соотношение станет 30 на 70. Новые механизмы поддержки аграриев собираются принимать и на региональном уровне. Особенно актуален этот вопрос для Ставропольского края. Глава региона Владимир Владимиров поручил Минсельхозу Ставропольского края подумать о прямой поддержке сельхозпроизводителей, которые оказались в трудных условиях. Владимиров отметил, что многие из них не только не могут оплачивать кредиты, но даже не имеют средств на выплату заработной платы своим работникам. По кредитам, напомню, на этой неделе вступило в силу постановление председателя правительства Мишустина о том, чтобы пролонгировать все займы. Однако это касается только льготных кредитов. Те аграрии, которые воспользовались коммерческими кредитами, к сожалению, будут вынуждены решать вопрос со своими банками в индивидуальном порядке. Никакой федеральной субсидии на пролонгацию таких кредитов, к сожалению, не предусмотрено. Ослабление рубля К 31 июля он подорожал до 73 рублей 36 копеек. Рост за 7 месяцев составил 18%. Евро укрепился еще сильнее, на 25%. Его цена выросла с 69 рублей до 86,5 рублей. Подорожание валют скажется на всем. На генных материалах, которые закупаются за рубежом, на вакцинах, на средствах дезинфекции, на запчастях для оборудования, на составляющих комбикормов. Комбайны не заметили пандемии, пишет издание «Коммерсант». Выпуск сельхозтехники России в первом полугодии 2020 года вырос на 20%, а отгрузки выросли сразу на 39% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Такие данные привели в ассоциации «Росспецмаш». В абсолютных числах выпуск сельхозтехники достиг 72 млрд рублей, отгрузки – 60 млрд рублей. Наибольший рост производства в количественном выражении зафиксирован в сегменте кормоуборочных комбайнов. Произведено 488 агрегатов. Это на 32% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Кроме того, отмечается рост производства зеленоуборочных комбайнов, самоходных косилок, полноприводных тракторов и борон. Среди причин роста выпуска сельхозтехники называют аналитики программу 1432, которая позволяет субсидировать производство, а также антивирусную, антикризисную программу Росагролизинга. Благодаря этой программе было поставлено 4,2 тысячи сельхозтехники на сумму 15,5 миллиардов рублей. То есть практически четверть техники, в денежном выражении, которая попала на рынок в первом полугодии, была продана как раз благодаря антивирусной программе Росагролизинга. В системе российского налогообложения существует дискриминация, признали в Минэкономразвитии России. Устранить ее предлагается с помощью единого оборотного налога, который будет введен когда-нибудь в нашей стране. В чем смысл идеи? Налоговый кодекс РФ подразумевает равенство налогообложения. Однако этот принцип не работает на деле. Те предприятия, которые работают по общеустановленной системе налогообложения, должны платить НДС в размере 10 или 20% от выручки, налог на прибыль в размере 20%, НДФЛ, ставка составляет 13% к фонду оплаты труда, различные страховые взносы на работников, это еще 30% к фонду оплаты труда, а также налог на имущество. В Минэкономразвитии подсчитали, что в результате такого многоступенчатого налогообложения взносы, которые платит предприятие государству, составляют от 5 до 30% от выручки, в зависимости от того, в какой отрасли работает предприятие и каковы его трудовые производственные затраты на выпуск одной единицы товара. Такую дискриминацию Минэкономразвития предлагает заменить единым оборотным налогом, который будет иметь ставку 6,2%. Оборотный налог будет удерживаться при помощи современных банковских технологий. Как только деньги от заказчика или покупателя поступят на расчетный счет индивидуального предпринимателя или организации, с них тут же будет удержано вот эти как раз 6,2%. Изменения позволят избавиться от теневых зарплат и обеспечить предельную простоту налогового администрирования, отмечает Минэкономразвитие. Впрочем, эта идея пока существует в стадии законопроекта и неизвестно, доведут ли ее до ума или нет. На этом наш выпуск завершен.